Всем привет дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем игру Call of Duty VV2, VV2, VV2 это как раз таки, ну ты знаешь что это VV2 значит, вот освобождение у нас с тобой. Август 44-го. Момент настал. Мы собираемся освободить Париж. Французы из 2-й бронетанковой и наша 4-я пехотная придут к утру. Значит сегодня вечером выступаем. Значит выступаем сегодня вечером, именно так. Выбор сложности обязательно на рядовом, потому что такое ощущение, как будто я играю на ветеране. Прошла неделя, как мы остановили поезд. Наш взвод в Париже, работает с сопротивлением. Руссо и Кроули разработали план диверсии. Прямой удар по оккупантам. С помощью документов, добытых в поезде, мы с Руссо внедримся в гарнизон под видом нацистских офицеров. Сюда, джентльмены. Нас спалили. Гарнизоном командует полицаи фюрер СС Генрих. Он не нашел меня и взялся за моих родителей. Затем мужа. И, наконец, сына. Сегодня Вся наша борьба, Все наши потери Обретут смысл. Сегодня мы вернем себе город. Гарнизон. Там есть свой человек, снабдит нас взрывчаткой. Мы взорвем ворота, И для вас это будет сигнал. Мы надеемся на вас. Ладно, ребята. Готовимся. Крауты просто так не сдадутся. Думаю, раз выносим Пирсона, то вынесем и это. Я воевал с ним на Косирине. Всем моего храбрости. Недолго осталось, Мезоми. Теперь Лезем в логово к волкам. До встречи. Вот так вот. Мезоми. Будем сейчас Францию защищать. Ой, ну давайте. Сейчас долго погрузится игра. Игра долго грузится, потому что я говорил, там настройка у меня стоит, чтобы сразу, как я понял, все текстурки загрузились. Чтобы во время игры не подгружались. Ищу блокпост. Фашисты. Мы едем, мы едем. Скоро этот кошмар кончится. Если тебя остановят, твоя легенда должна быть идеальной. Итак, повторим. Давай. Ты, Герда Шнайдер, военный атташе. Тебя прислал Герд Шпигель из разведки для безопасной эвакуации Генриха в Берлин. Не торопись, повтори свою легенду. Я не запомнил, ну ладно. М, посмотреть легенду. Смотрим легенду. Герда Шнайдер, Гамбург, Германия. Франц Шпигель. Командир Франц Шпигель мой. Герда Шнайдер, я. Ага, Франц Шпигель. Это личные документы для полица... Полицаи... Фюрера Генриха. Ага, понял. Франц Шпигель. Понял. Закрывайте. Нажму. Контрул. Закрыть бумагу. На контррул. У нас один шанс. Подкупить человека внутри стоило огромных сил. Надо его найти и обменять свой чемодан на его. Надеюсь, он смог добыть взрывчатку, которой мы взорвем ворота. Не переживайте так, Мария. Это моя работа. После завершения операции я вас встречу перед гарнизоном. Кто послал? Шпигель. Да. Что бы ни случилось после обмена, ни в коем случае не выпускай чемодан из рук. Окей. Я не могу отступать. Я все равно дойду до конца. Все, пошли. Еще раз смотрим. Я, значит, Франц Шпигель мне и Герда. Добрый день. Папиры, пожалуйста. Да, добрый день. Спасибо. Попробуйте. Папиры, пожалуйста. И, пожалуйста, разрешите нам свою ташу. На. На, пожалуйста. Я вас здесь раньше не видел, цель вашего визита. Перевод послужив. Личные документы надо. У меня личный документ для полицефюрера Генрика. Мне бы это не сообщали. Да, похоже, ваши документы в порядке. Проходите. Фрой Лиана Шнайдер. Для Генрика Шпигеля этого. У меня личные документы. Здрасте. Открывай. Помни, тебе нужен Фишер. Он будет в серой форме офицера. Скажи мне пароль. Варлен. Варлен? Удачи. Удачи. Да. Из меня, кстати, разведчик было бы хреново, потому что я уже все забыл, все, что мы говорили. Так, серая форма. А ты, кстати говоря, тоже в серой форме. Цель найти офицера Фишера. Пойдем искать. Ну, смотри. Офицеры. Логично, что они идут на втором этаже. Извините, Фрой Лиана, но это запрет. Может прийти по лестнице в задней части. Понял? Извините. Фрой Лиане запретили. По-любому. Ну, то есть на первых этажах они навряд ли будут. В смысле, а? Это мне надо туда. Ход впадал только по специальным пропускам. Понял. А что не так-то? Можно и как бы... А почему я на ходу-то не мог? Пойдем вниз. Не знаю зачем, но пойдем. Что-то там делают. Давай посмотрим. Я не знаю, что здесь. Нам надо вверх. Пойдем. Поможем там. Меня догадывает, что он там с ней хочет делать. Слушай, ФЦР. Уходи, это не ваше дело. Грязный фриц. Ух ты, блядь. Жму, жму, жму. Ах ты вот так вот. Ах вот так. Сиди тихо. Сила сопротивления уже в пути. Ваши товарищи скоро будут здесь. Вива. Француженька. Французов надо защищать. Что, я француз... Французы куда в... В... В обиду шли? Нет. А мы, кстати говоря, не запачкались? Жесть. Добрый вечер. Вам здесь не место. Наш парень немножко грубовато. А-а-а... 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 А где... Как у вас тут... Как-то у вас тут все как-то, блядь, странно. А где... На, папирам твой. Все должно быть в порядке. Наверное, вы здесь недавно. Это лестница для офицеров. Кому вы пришли? Вагнер... Вагнер... Полицайфюра Генрих. Охрана вестибюля сказала мне воспользоваться этой лестницей. Верхангена Генрих приказал закрыть вход на лестнице, проходить. Спасибо. По лестнице сказали нельзя, я здесь. В обходы ходим. Километры. Весит, что и кабинет. Верно он. Здесь есть хороший французский. Да, в чем проблема, да, что в дело. Простите, что отвлекаю, вы обороты фишер? Нет, фишер в соседней комнате. А, я пойду изменить. Да. Кто-то спросит, почему ты кодовым словом не спрашиваешь? Ну, потому что я настоящий разведчик. Вот это он. Вот это, наверное. Простите, я что отвлекаю вас. Чем могу помочь? Видишь, как он сразу. Вы читали поэзию Верлена? Да, осенья песня, одно из моих любимых стихотворений. И моя любимая тоже. Сюда, Фролян. Фролян. Ой, девчушки сидят. Девчушки, не напрягаются? Давай. Надо торопиться. Вы готовы совершить обмен? Нет, вы рано. А я уже опаздываю. Взрывчатка будет в портфеле, похожим на ваш. Меняться будем в оперативном пункте. Введите. Нет, за мной следят. А вы можете добраться до кабинета Генриха на третьем этаже. А там схожете путь до северного крыла, миновав КП. Нас не должны видеть вместе. Идите и до встречи в обных пункте. Понял. Войдите в кабинет. А, подождите. А сказал же на третьем этаже. Он сказал на третьем этаже. А что, там по той лестнице уже нельзя пройти? Здрасте. Я... Добрый вам вечер. Я могу вам что-то помочь Фролян. Да, у меня личный документ для Гера Генриха. Он на месте. Нет, он сейчас не на собрании. Подождите в кабинете, он скоро вернется. Спасибо. Че это? Кому? Ага. Расследование пропажи взрывчатых веществ. Арсенал номер 5 позволило сузить круг под заливами до двух лиц. Оберста Карла Фишера и Ефрейтера Вальтера Гербера. Рекомендую начать с Герберта. Он здесь недавно и легко согласится сотрудничать. С Фишером следует быть осторожнее. Если мы безосновательно обвиним его, он может достать нам проблемы. Ага. Понятно. Про взрывчатку уже в курсе. Я вас вижу первый раз. Можно узнать, что вы делаете у моего окна? Жарко. Извините, Герд... Комендант. Просто захотел свежего воздуха. Я Гердер Шнайдер. Я из Берлина. Привезла вам личные документы. Фрайлен Шнайдер? Насколько я помню, вы учились за рубежом. Наверное, в Кембридже так ведь? Да, так есть. Если вы готовы, я могу показать вам документы. Это мы еще успеем. Успеем. Редактор. 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 Если вы не будете строго судить, мы можем с вами перейти на английский. Потому что, я уверен, практика ведет к совершенству. Питер. Герд Грубер прислал вас подготовить мой отъезд. Я польщен. Грубер, Шпигель, 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 Грубер. Это был Герд командир Шпигель. Отлично, отлично. Бдительность в наше время не лишняя. Вы такая серьезная. Давайте выпьем. Ну сразу видно, что он что-то... За возвращение на родину. Что-то он какой-то неправильный. Французы друг друга стоят. Но, боже, как я буду скучать по их кухне. Берут овсянку. Крошечную пявчую птичку. Выкалывают ей глазки. Чтобы она только жрала. Потом топят в коньяке. Это... Гениально. Даже не знаю, почему я буду больше скучать. По вкуснейшему мясу. Или потому, как она медленно дохла. М? Но... В одном я все же уверен точно. Смотреть, как извивается под моим сапогом твой сын. Было приятнее всего на свете. Русал! Пошел ты нахуй! Че там? Эф. Вот так, в бочину ему. И добить. Это... За моих товарищей? А там нас не слышат, да? За моего сына! Это... За меня! Вивла резистанс. Мы немножко запачкались, как бы, если что. Здрасте, я выйду тут. Блин, зря она так это... Запачкалась кровь-то. Видно будет. Я вон! Так, отойдите, я тут главная. Я женщина, я имею право. Жесть. Сэр, свиньи, которые вы ждали, только что прибыли из Европы. Спасибо, я изучу их, можно скорее. Ходите. Сейчас. В порядке. Хорошо, сэр. Хватайте шпиона. Что происходит? Выкладывай припас, пропал взрывчатка. Че-то вы там виноваты. Это абсурд. Здрасте. Все предъявить документы. Твой отряд готов? Что-то там? Здрасте. Стоять, медленно предъявить документы. На, папиру. На, мой папирус. Что у вас на рукаве? Кровь? Чернил, наверное, один из тех дней, знаете. Вложите портфель на стол для досмотра. Хорошо. Я опаздываю. Я опаздываю на важное совещание. Фрой Лайн, давайте портфель жива. Ну, как бы. Сказали же, опаздываю. Женщина, я занятая, работаю, понимаете. Я бизнесвумен. Не то, что вы стоите тут. На вас можно положиться. Все на ушах стоят. Что вообще, черт возьми, стряслось? Они поймали нашего шпиона. Вы успели поменяться? Да, взрывчатка у меня. Продолжаем задание. Встретимся во дворе, когда ты заложишь взрывчатку. Окей, а куда? Нельзя тиять самообладание. Понял. А куда закладывать? Саминировать. Понял. Почему туда не смогла запрыгнуть, мать? Закрыто. Стелс. Здесь никого нету. Вот спасти надо. Блядь. А ты как выжил-то? Похуй. Минирую. А как он выжил-то, я что-то не понял. Спасибо, говорит, то, что вы спасли меня. Я никого не спаснул. Пойдем в южную породу, мы заложим взрывчатку. Ребят, давайте атакуйте. А как он так выдержал-то, я что-то не понял. Давай же, надо добраться до ворот. Да подожди ты, месиво пошло, жопа. Вот ты, блядь, пошел-то нахуй. Убили собаку, молодцы. Куда добраться-то? Понял, добираемся. Как отец добираюсь. Как мужчина. Давай, вот так вот. Ассасин. Блядь, нет, ассасин на этом закончился. Хуевый ассасин. Пошел ты нахер, я девушка, не трогай меня, у меня есть права женские. Ах, блядь. Пошли нахуй. Ебать, меня там насовывают. Меня так еще никогда не насовывали. Так, минируем. Катсцена. Хорошо. Насрать. Все нормально. Что-то не так. Рядовый первый класс, Рональд, Рэд Дэниелс. Надо выдвигаться. Не стреляй под ковороты, не открою. Понял. Готов. Пошла граната. Нормально. Пошел, махуха. Ах, блядь, что такое? Ничего не понимаю, где кто? Иди нах, блядь, давай кидай. Полетела граната. Хорош. Сейчас они тут все захватят, ребят. Все будет нормально. А куда нам? Блядь, цель. Подожди, а куда нам идти-то? Внимание на вспышки! Куришки. Да, ну и ствол говно. Надо добраться до гарнизона. Я не против, как бы добраться до гарнизона. О, нормально, ствол худеет. О, нормально, тащи. Течка. Куда идти-то, где гарнизон-то? На той стороне или что? Так и знал. Так и знал, что я долбанный. Самокат взорвется, блин, он меня убьет. Ай, давай, давай. Блядь. Бежим, мужики. Блядь, да. Да со спины откуда-то они там, что они там делают? Или что, что происходит-то? Ай. Да иди ты нахуй. Какие-то неубиваемые. Блин, после инвеста, да честно, вот эти игры, мне такие, кажется, немножко... Блядь. Какие нахуй патроны. Немножко эти игры все начинают казать немножко убогими. Ай, это свой, извините. Кидаю гранату! Бросаю гранату! Когда еще, знаешь, я уже говорил, у меня бесит, когда ты постреляешь, у тебя, у, прицел вот так вверх уходит. Сусман, блядь, ты где? Где ты, аптечка ходячая? Нахуй мне твои патроны. У меня своих много. Аптечки где-нибудь есть? Где-то что-то подобрал. Давай патроны. Патроны, блядь. Сэр, мне нужны патроны! Я одного убил, там второй как-то уже подошел. Но он еще и не умер. Перезарядка? А, все. На, я тебе тоже в ответ. Никто ничего не прижимает, все нормально. Все нормально, все под контролем. Найдите их! Что, сдаются? Нельзя их убивать, блин, жалко. Граната раз. Граната два. Все? Ага. За мной. Ага. Я думал, здесь это, зачистит дани. Я думал, здесь это враги. А можно еще аптечку? Наверное, здесь лежат эти аптечки. Тут как-то подсвечивались, что ли, получше. Все еще там, надо с ними разобраться. Понял. Давай разбираться. Вот, держи. Че это такое? Да, блин, через столк лазить не умею. Охуеть! Давай быстрей! Через дым прям хреначит меня. Идите наверх, зачистите второй атак! А ты мне зачем дал это говно? Пошли нахуй. Они руки поднимают и поздаются. Лежать! Ща-ща-ща-ща-ща. Ща-ща-ща-ща. Да-да-да. Пошел нахуй. Достал фотографию, типа, мамки-папки там какого-то. Установим оборону. Немцы скоро появятся. Это лучшая точка для обороны. Ага. Подойдут? Бросай коктейль Молотова. Можно снайперку? Подойдут, бросай коктейль Молотова. Ведь город отбивается! Мы справимся! Дальше по улице дым! Вот они! Цельцев водителя! Остальным ждать, когда подойдут на выстрел! Хороший выстрел! Великолепный! Пулеметы! Открыть огонь! Отгоним их от моста! Нашел раз! Нашел два! Снайпер, который не ваншотит. Да, у снайперки же нам калибр-то мелкий. Впереди огнеметчик! Девяти миллиметровка. Девяти миллиметровым патронами стреляем. Вбить огнеметчика! Да щас! Ну, блядь, извини! Бросай коктейль Молотова! Эти чё, блядь, профессионал? Через дальний мост идут БТРы! Швыряю гранату! Перезаряжай! У них что, курель на БТР? Чё у них сто, сто? А? У них как там прям, да, конвейер? Один упал, другой встает. Прорывается! Бросай коктейль Молотова! Да, блядь, да прорываюсь, да я вижу! А хуй делал-то-то? Ну да, мне щас напихуярят. Именно мне почему-то напихуяривают. Давай, птичка! Да, блядь, они все прячутся! Полетела гранат! Полетела граната! Нормально! Надо уходить отсюда! Давай, Ленин! Ага, и съебался, а меня оставил. Ты нормальный, брат? Угу. Нет, не мог взять ее, это. Ленин, хватай панцершнек! Ты видишь, я еле ползу, блядь! Какой хватай панцершнек! Потай, говорит, панцершнек! Заряжай быстрее, Сусман, хренус, мы как-то там. На, в жопу-то! Мы справились, Дэнинс, вернемся к остальным. Я вижу, впереди Кроули и Пирсон! Ага. Все, победа, Франция! Вива ля Франция! Ура, все, победа! Да. Превосходно потрудились. Превосходно. Справились. Виголь с войском входит в город. Похоже, мы все же отведаем шампанское и икру. Эй, Дэнинс, где та красотка, которой нужен симпатичный солдат? Прости, друг, хотел тебя подбодрить. Вот так всегда. Город огней. Ну вот, хорошая новость, верно, Кроули? Назад пути нет. Франция вернула себе Париж. Но это еще не конец. Война не закончена. Да брось, Пирсон, пусть порадуется. Для этого есть терна. Вот так вот. Я никогда не забуду, как мы брали этот гарнизон и освобождали Париж. Черт, кажется, даже Пирсон улыбался. Набрав такую скорость, мы прорвемся до самого Рейна. Да. Когда-нибудь обязательно мы прорвемся. Все, увидимся с тобой уже. В следующей серии мы с тобой пройдем уже побочный ущерб. Какой-то побочный ущерб. А там что дальше будет? Да нет, я... Да нет, господи. Да в смысле выбор задания. В смысле фабрика смерти. А там что дальше-то будет? Почему я не вижу? Блин, почему я дальше не могу посмотреть меси-то? Ладно, побочный ущерб, а там фабрика смерти. Сколько мы прошли? Раз, два, три, четыре, пять. Это шестая, да, получается. Ладно. Ну и с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...